Привет всем, кто нас смотрит. Это Афиша, и с вами я, ее ведущая Полина Громова. Чем мы займемся на этой неделе, расскажу прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в кинотеатре Молодежного центра МИР предлагаем посмотреть мультипликационный фильм «Суперсемейка-2». После того, что случилось в первой части, главный герой пользуется повышенным вниманием прессы. И вдруг выясняется, что обаятельная миссис исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. Мистеру исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольными собственными суперспособностями. Однако семейные проблемы отступают на второй план, ведь спокойствию суперсемейки угрожает новый могущественный враг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, на этой неделе, а именно 19 июня, мы отметим очень необычный праздник – День наблюдения за облаками. Те, кто его придумал, рекомендуют в этот день поднять голову и посмотреть на небо, рассмотреть красиво плывущие облака. Они такие разные и по форме, и по размеру, и цвету. И если подключить фантазию, в них можно увидеть очертания животных, людей и предметов. Итак, пользуясь случаем, расскажу вам несколько фактов про облака. Первыми наблюдателями за облаками были воздухоплаватели конца 18-го столетия. Они поделили облака на две группы – водяные, которые состоят из капель, и ледяные, из кристаллов льда. Строение водяных облаков ничем не отличается от тумана. Такие выводы сделали благодаря полетам на воздушных шарах и наблюдениям людей, которые восходили на горы. В настоящее время небесные тела исследуют с помощью специального прибора – облакомера. Три года назад членами британского общества любителей облаков открыли новый вид облаков – аспиритес, что в переводе с латинского означает «шершавый», «неровный». Его признала Всемирная метеорологическая организация. Ундулатус аспиратус – волнисто-бугристые облака. Очень редкий тип. Эти облака имеют грозный вид. Монинг-глори, кто знает английский, перевел это как «утреннее великолепие». С виду такие облака похожи на длинный меховой воротник. Встречается на севере Австралии – такие облака называют убийцами, поскольку Монинг-глори часто сопровождается шквалами, скачками давления. И последний, очень редкий вид облаков, о котором мы вам расскажем – лучевые облака. Они достигают 300 километров в диаметре, и увидеть их можно только лишь со спутника. Ученые до сих пор не знают, чем вызвано их появление. Кто знает, быть может, именно эти облака вы увидите 19-го числа, в день наблюдения за облаками. Не пропустите. Друзья, в самом разгаре чемпионат мира по футболу. Если вы еще не знакомы с ежом-предсказателем Ностриком, то мы рады вам его представить. Итак, Нострадамус, так звучит его полное имя, перед важными и ответственными матчами делает выбор, кто станет победителем. На прошлой неделе «Ежик» сделал ставку на победу нашей страны в матче России-Саудовская Аравия. И он угадал. Так что следим за следующими предсказаниями. Впереди у нас игра «Бельгия-Панама». Она пройдет 18-го числа в 20.00. Затем снова поддерживаем наших матчей с Египтом. Во вторник в 23.00. И 21-го числа болеем за французов в поединке с Перу. Для нас важно, чтобы победа досталась именно им, ведь тогда мы смело сможем заявить, что причиной тому то, что они живут в нашем округе. Ну а прогнозы Нострика смотрите на Истра.РФ в разделе «Новости». Прошу заметить, что мнение «Ежика» может не совпадать с мнением редакции. Что ж, друзья, это все на сегодня. Мы расстаемся с вами ровно на неделю. Смотрите нас в следующий понедельник на Истра.РФ. Это была программа «Афиша» и ее ведущая Полина Громова. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова